Я обращаюсь от имени жильцов дома номер 5 по Волочаевскому проезду, от имени жильцов дома номер 3 по Волочаевскому проезду и от имени жильцов Соборная 68А по поводу застройки отрога от врага, проходящего по улице Соборной. Это кадры ноября прошлого года. Жители нескольких многоквартирных домов в Волочском районе записали видеообращение в адрес президента Владимира Путина и генпрокурора Игоря Краснова. Полгода борьбы, уголовное дело, попытки изъять землю у арендатора и туманные перспективы – таково краткое изложение полугодового противостояния с чиновниками. Битва идет за небольшой пустырь рядом с жилищем граждан. В ноябре прошлого года участок огородили. Оказалось, что чиновники мэрии умудрились отдать пустырь вместе с дорогой общего пользования под застройку. В планах арендатора было возведение административного здания и автостоянки. Лишь после обращения в федеральный центр забор исчез, а стройка замерла. Слышали что-то о застройке участка, который рядом был? Да, конечно, конечно. Ну, все убрали, забор убрали, хоть теперь можно ездить, да. Ну и все на этом. Да, да, да. Ну, я помню. Ничего не происходит. Мы даже не знаем, как вообще закончить. Как бы опять не было здесь этой стройки, которая должна была быть. Они, да, восьмой этаж горел. И вот если бы они закрыли, как они до этого перекрыли улицу, то машина бы не подъехала. Вот это было буквально позавчера. Такой случай. Вот в третьем доме восьмой этаж горел. А машина с той стороны пожарной только может подъехать. Поэтому, говорю, если они там что-то собирается перекрыть, то у нас просто дома загорят. Пожар не самое страшное, что может произойти с домами на Волочаевском проезде. Пустырь давно привлекает внимание. В начале нулевых на нем пытались построить восьмиэтажный дом. Проект одобрила мэрия, но граждане обратились в суд. Фемида встала на сторону жителей. Стройка вообще могла закончиться трагедией. Выяснилось, что под будущей многоэтажкой проходит газопровод высокого давления. Все эти факты не помешали мэрии спустя 20 лет снова отдать пустырь под строительство. Обращение к президенту и генпрокурору возымели действия. Прокуратура Саратова 2 декабря обратилась с иском в суд. Надзорное ведомство требует снова вернуть земельный участок городу. Разбирательство в Волгском районном суде длится почти 4 месяца. Уже на втором заседании 22 января объявили перерыв для проведения экспертиз. На прошлой неделе процесс возобновился. Очередное заседание намечено на 16 июня. Между тем в мэрии до окончания судебного разбирательства наотрез отказались говорить о перспективах пустыря на Волочаевском проезде. Ну а пока чиновники молчат, жители мечтают. Если вот насчет такой вот примерно детской площадки песочницы, мне кажется, было бы очень даже здорово. С детского сада там, где ходит очень много детей вечером, и сразу на эту же площадку было бы просто гениально, мне так кажется. Здесь стоянку нам хотелось бы, очень хотелось, нам не хватает места. А детскую площадку? Детскую площадку у нас шикарная, мы ей занимались, посадили, тут у нас сейчас хорошо. А вот машины все портят, и детскую площадку тоже. Стоянка была бы идеальна. С учетом дефицита мест, наверное, может быть и парковка актуальна. И то, и другое надо. На что было тогда и нашему ложку, а не так. Молчание чиновников в принципе понять можно. В январе стало известно, что следственное управление возбудило уголовное дело по факту предоставления земельного участка под застройку. В совершении противоправных деяний заподозрили сотрудников администрации Саратова и городского комитета по управлению имуществом. Судьба расследования тоже покрыта мраком. В ответ на редакционный запрос ведомство Анатолия Говорунова сообщает. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление интересующих следствия обстоятельств. Окончательное процессуальное решение по нему не принято. Жителям же домов на Волочаевском проезде остается только надеяться, что третьей попытки застроить пустырь не случится.